Всем огромнейший привет по многочисленным просьбам. Меня попросили снять видео, что нужно положить под подушку для того, чтобы увидеть своего будущего мужа, своего суженого. Самый простой, самый эффективный способ, который опробованной, это положить под подушку кусочек хлеба черного или белого по вашему вкусу. Если вы любите белый хлеб, то, соответственно, кладете белый. Если вы любите черный хлеб, то вы можете положить черный. Если вы сами его спекли, это вообще замечательно и потрясающе. Безусловно, вообще в магии то, что вы готовите собственноручно, это всегда лучше, это всегда эффективнее, потому что вы отдаете в готовку частичку себя. Всегда. Значит, мы берем хлеб, мы берем ножницы. Опять-таки, ножницы вы можете взять любые. Вы можете взять вот такие ножницы большие, да. Вы можете взять ножницы маленькие, маникюрные. Тут идет привязка не к размеру, тут идет привязка просто к самим предметам. Хлеб и ножницы. И, в общем, вы должны сказать, самая стандартная, универсальная фраза приглашения, зазыв свой сон, да, это суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать. Самый-самый стандартный вариант. И уже во сне вы будете смотреть, то ли вы будете с кем-то ужинать, то ли вы, наоборот, будете от кого-то обороняться, отстригать кого-то, да. То есть будет понятно, хотите вы с этим человеком строить отношения, да, либо хотите его отрезать, отсечь от себя, каким-то образом обороняться от него, да. Может быть, во сне вам будет сниться, что вы ножницами от кого-то оборонялись, закрывались, отстригали что-то. В общем, если во сне вы будете есть хлеб и будете с кем-то трапезничать, то нужно запомнить имя этого человека. А если вы будете отстригать что-то, отпарывать, да, вот все, что касается ножниц, то, скорее всего, вы жениха, так сказать, не воспримете, да, наоборот, будете отсекать его от себя. Но, с другой стороны, лучше знать заранее, к чему готовиться. И вообще, девочки, сужены, ряжены, приходи ко мне ужинать. У некоторых срабатывает даже без каких-то предметов под подушкой. Просто вы можете в ночь перед Рождеством, с 6 на 7 проделать такой момент. Плюс можно сделать этот обряд с 12 на 13 декабря. Можно также сделать. Плюс можно сделать также на 19 января. То есть, вот три таких даты для того, чтобы увидеть своего суженого. Также можно положить свои ноги там, где лежит у вас обычно голова, да, то есть перевернуться наоборот. И тоже сказать суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать. Конечно же, это святочное время не только для девушек и для женщин, которые хотят выйти замуж. Также это время очень интересно для тех, открывает свои тайны, кто хочет узнать во сне какую-то информацию, узнать правду, узнать что-то для себя важное, что вы давно мечтаете для себя обозначить. Об этом я тоже запишу. В общем, вот такой простой способ с хлебом и ножницами. Обязательно его опробуйте. Потом, когда уже по факту того, например, как вы уже встретили своего парня, уже сны были, да, вы можете об этом рассказать. В самом начале, если просто кто-то приснится, лучше не рассказывать, не делиться, пока оно не реализуется. Это очень-очень важный момент. Также есть много других вариантов гадания именно увидеть во сне. Если интересно, я буду продолжать такую рубрику. Они все будут в святочных гаданиях. У меня там целый плейлист уже скопился за 6 лет ведения канала. Подписывайтесь на канал. Я желаю вам встретить того самого-самого, самого лучшего, самого действительно любимого и суженного, который вам идет по судьбе и которого вы будете любить, и он будет отвечать вам взаимностью. На этом все. Подписывайтесь на канал. Мы с вами увидимся очень-очень скоро. И да, после того, как вы провели этот обряд, хлеб лучше не выбрасывать, а скормить животным. Либо вы, если вот прям сильно понравился сон, вы можете его засушить и носить вот в маленьком мешочке, да, то есть не выбрасывать. Ну, ножницы, понятное дело, всегда остаются в доме. Если вы практикуете, то хорошо бы вам завести отдельные ножницы, да, вот не хозяйственные, а отдельные для некоторых дел, потому что ножницы в магии тоже имеют очень широкий спектр применения. И мы об этом тоже когда-нибудь с вами обязательно поговорим. На этом все. Я вас очень-очень люблю, обнимаю. И я буду рада, если вы порекомендуете мои видео своим друзьям и знакомым, либо поделитесь данными видео, сделайте репосты. На этом все. Успешного вам выражения. И хороших женихов. Всем пока.